В деревне все кажется другим. Этот снег здесь чище и белее, чем в городе. Он белый, как молоко. И чистый, как деревенское счастье наших героев. Бывает, только знакомишься с людьми, но кажется, что знаешь их сотню лет. Просто потому, что на каком-то подсознательном уровне чувствуешь, что в их жизни есть любовь и есть счастье. И всего один день, проведенный вместе с ними, дарит тебе самому и любовь, и счастье. Андрей и Ирина Вирульские – веселые и очень трудолюбивые хозяева коровьей фермы именно такие. На ферме полным-полно животных. Конечно, в первую очередь коров. А еще собак и котов. А еще есть конь-огонь Аякс. И все вместе они – это удивительно добрая и прекрасная семья. Девочки, девочки, вкусно. Что ж вы так сено мне раскидываете, а? Бесстыжие. А ну-ка сюда улыбочку. Мы уже сейчас замучились имена придумывать, уже фантазии не хватает. Вот такие, те, что постарше, у них есть еще имена. Вот это Наташка. С ней вот рядом стоит роза. Эти уже черненькие, уже молодые, они уже без кличек. Зато вот быка зовут йогурт. Вот не знаю, что ему прилепилось этот йогурт. Красный-белый такой лежит в этом… Отдыхает. Соломи, балдеет, да. Я вообще человек городской. То есть я и родился, я родился в городе Фрунзе. Вот. Но меня сюда привезли, мне два года было. То есть я толком ничего не помню. Вот. Ну, жили мы сначала в Пионерском, мои родители жили. Ну, никакого сельского хозяйства, даже курей, никогда не было понятия даже. У меня, то есть, ну, получается, и по отцу, и по матери никто никогда не держал. Ну, курочки там, пару штук так, для себя. А потом, что-то я не знаю, вот что-то в конце 90-х, что-то так повернуло, захотелось. Думаю, вот, надо свинюшку там дома завести. Бабуля Ирина держала там для себя одну-две свинюшки. Я говорю, что, одну-две, давай там побольше, давай расширяться. Построил сарай побольше, там туда-сюда. Свиноматочек завели. Да неинтересно стало, они когда вот это поросятся, эти поросятки маленькие. Такие красивые, розовенькие. Вот, ну, стало интересно, интересно, интересно. Потом бабулька Ирина говорит, а что вы там поросят у вас? Да купите коровку, там место есть, пастись есть, где сено заготовите. А когда поняли, что от коровки толка больше, чем от свиней, потому что свиней кормишь, 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 группу выкормил, сдал, долги раздал, зерна опять купил, и все вот так вот колесом идет, и свинья. Вот, а когда были тяжелые времена, с коровки молочко доилась коровка. Потом у нас вторая появилась, у нас телочка была от нее, появилась вторая коровка. Поняли, что продав молоко, можно купить булку хлеба, килограмм котлет, к примеру, ну, образно-то. То есть можно день прожить как-то. Я настолько была, опять же, городская, я не умела ни доить, ничего вообще. Я занималась детьми, и все, я не работала никогда нигде, ничего. Я дети, школа, учеба, приехала, потом бабушка моя купила мне первую корову. Мне ходили тут в деревне доили, ну, думаю, надо же когда-то учиться самой, все-таки это. И вот постепенно, потом у нас восемь телочек было, они превратились в коров, и я начала-начала. И сейчас вам скажу, что, ну, 15 коров руками мне подоить, это не проблема. Я живу в Первом Лозовом. Поначалу мы первый год туда-сюда ездили, ну, у нас тут и скотины там мало было, там, три свиньи, там, два теленка, ну, образно говоря, там, начинали, там, десяток, свиноматка привела, там, ну, образно, можно сказать, что ничего не было. Можно было смело там уезжать. А потом поняли, что уезжать отсюда нельзя. Почему? Потому что ты в одну сторону, а народ с мешками в другую сторону. То есть воровали еще то, что мы не успели заработать. И так было принято решение в 2002 году, что мы 2 сентября, как сейчас помню, первый раз здесь остался ночевать на тюках. Очень хорошо жить в деревне. Вот, честно, никогда бы не смогла в городе, вообще не могу находиться в городе. Скопление людей, вот, честно, когда ты находишься среди животных, намного это, усталость физическая, она даже приятная, вам скажу так. Потому что ты приходишь, ложишься, ты такой уставший, но морально ты всегда отдохнувший. Потому что животные как-то, наверное, тебе дают энергию. Здесь хорошо. Во-первых, нет соседей, образно вам так сказать. Ну, лес, считайте, рядом же, опять же, все, атмосфера, вот, она располагает, тишина, покой. Мы жили в Лозовом первом, да, там китайский район я называла, дом на доме. А тут вот ты приехал, это все твое огромное, у меня муж мечтал об огромном, чтобы был двор огромный. Я говорю, Андрюш, вот твоя мечта сбылась, огромный двор. Мы объехали очень много, все же, сами понимаете, к Советски Союзу, когда развалился, все это ограбилось безбожно, все это валилось. А тут еще все сохранилось. Здесь сторож была женщина, тетя Рая, она охраняла, и более-менее это все сохранилось. МТФ была, молочно-товарная ферма, здесь было около тысячи дойных коров, вот здесь, на этой территории. Ну, это как старики мне рассказывали, доярки, бывшие люди, которые здесь работали. И я вот за вот эти вот 17, сколько, 17 лет получается, грубо, как мы здесь, да, живем уже здесь 16, вот, что вот не уезжаем вообще отсюда. Скажу вам так, я здесь уже как местный житель, для меня она уже родная, я уже, не знаю, я уже, допустим, в Лозовое назад домой не поеду, мне уже там, уже отвык. Как здесь просто привыкли, ну, постоянно здесь находишься 365 дней в году. В советские времена в Крыму в основном разводили коров местной степной породы. А сейчас и самих ферм после долгого периода разрухи становится все больше, и породы появляются другие. И не всегда им просто адаптироваться к здешним условиям. Но заботливые хозяева им в этом изо всех сил помогают. В основном это наша красная степная, в основном. Вот сейчас вот у меня был бык, и вот видите, черно-беленькие такие, это уже галштины. У меня был бык галштин породистый, ну, племенной. И вот он немножко мне кровь подмешал, галштинчики. Наши красные лучше чем, что они не такие прихотливые, они меньше размером, им надо, меньше корма надо. И не к нашим сухим вот этим летом более легче переносят. Это раз, жару. А второе, у них на копытах подошвы крепче. Не-не-не-не, не бойтесь. Здесь таких нету, которые могут там боднуть. Таких нету, девочек. И вот эти галштинчики, они, конечно, не очень нам здесь, у нас почва твердая, камни, им тяжеловато, они набивают себе подошвы, тяжело ходить. Я бы понятия не имел, для меня там было корова и корова, там бык и бык, правильно, а они, каждая порода подстраивается под свою там местность, где они живут. Там даже почва, трава и все, даже питание другое уже, они к воде там должны привыкнуть, к почве, к сену, к траве должны привыкнуть. Личным опытом уже, наблюдениями, личным опытом, общением с людьми. И сейчас же, опять же, есть этот умный чемодан, интернет, ноутбук открыл, и там тебе все расскажут. Вот это у нас девочка норовистая, эту раздаивали, вообще смешная была история. Когда она стала, когда она стала коровой, ну, первый раз их всегда очень тяжело доить, они же, ну, боятся, пугаются, непривычно для них. Так мы ее доили вот в таком корыте, вот, желоб вот такой, она брыкалась, билась, упала в это корыто кверх ногами, как таракан лежала кверх ногами. И я доильный аппарат вот так ей на вымя поставил сверху, не успели, некому было снять, сфотографировать, отлично. Половая яичка, рагулька, вот, она тоже меня своеобразная девочка, вот я ее подхожу, она вот привыкает, допустим, как правило, здесь у меня все спартанцы, в плане того, что коровы, то есть любой человек может сесть и подоить. Вот, тех, которые постарше, вот коров, можно и ручную подоить, и аппаратом может подоить любой человек. А вот есть такие коровы, их мало у меня, вот рагуля из тех, которые вот привыкают к одному человеку, вот ты подходишь к ней, вот, долго не подходил, там не доил, к примеру, вот к ней подходишь она посмотрит тебя обнюхает свой не свой потом стоит если нет значит начинается ногами вот так вот плясать дорогу личка моя девочка то нас трехразовое доение вот дается осталось две коровы ручных когда мы жили восемь лет тут без света они были приучены к рукам и поэтому получается вот мы уже их постепенно переводим пошел мне тоже про этому снега садомазохистка да и вот осталось две коровы я даю еще руками и 10 штук я даю аппаратом одновременно этих ставлю на этих и дуды и руками переставляю еще одну даю вот ну и помогают мне мальчики которые тоже дают аппаратами это такое животное как вам объяснить они так холодно ну к человеку больше боязни или чё это одно а второе не знаю мне кажется что но такое большое тело такой маленький мозг у них только в основном рефлексы хотя хотя я скажу что если умный ну коровки есть умные были они же стадное животное то у них инстинкт такой вот возьми сейчас одну одну возьми отделе куда-то и не пускай к ним она будет орать мычать кричать она будет нервничать переживать все время потому что они ну стадное животное они привыкли с кем-то бы я встаю где-то пол пятого утра пью кофе и иду в коровник и выхожу где-то часов девять с него потом там молоко вот варю опять же сыр там это и опять вот сейчас дня мы заходим выходим часа в три пока мисс пообедали чуть-чуть перекимарили и в шесть часов опять идем в коровник и выходим в 9 вечера вот летом конечно сейчас зима мы раньше начинаем доить а летом и бывает выходим часов в 11 во первых летом больше коров доится больше молока не дольше доится летом потому что трава зеленая и у них молоко увеличится почти в два раза корове главное чтоб она была сытая если корова голодная больная да ей страшен холод и то и то и то и сквозняк и сырость а если животное сытая здоровая то она не боится то есть а как они в дикой природе живут да вот я подхожу ее даете грёну убрала ножку она раз у меня ножку отодвинула и стоит вот есть характерные есть характерную но таких чтобы прямо знаете вот убились там они такого нет у нас хорошие коровы я их очень люблю вообще они мне настолько мы первых коров вырастили с телочек я их выпаяла молоком мы начинали как бы финансово тяжело было поэтому мы покупали маленьких телят и выращивали делали из них сами коров и вот они мне как дети потому что их высмотрела считать его вот чуть ли не грудью можно сказать теперь начинается самое интересное буренки возвращаются с прогулки на дневную дойку тут им и внимание и вкусная сена и разговоры по душам хотя процесс прямо скажем нелегкий одно дело наблюдать за специалистами другое попробовать самому найти общий язык с коровами чтобы во время такой фермерской доильной практике буренки не отдавили тебе ногу да наташа пришла вот наш вы меня лишь как у него красиво все стоите как это пошел доить как и вот это кино мне когда люди говорят что одна корова я устала это тяжело для меня это становится просто знаете смешно думаю как можно устать от одной коровы сначала молим и корову цель включай сейчас он начинает работать раз тут такая пипочка йорк все без еды доится не будет а бывает такой грязный хвост и она тебя зима конечно девочки немножечко девочкой хотя мы уже вас андрей говорил и плиты положили все но ничего мы не можем сделать грязь конечно есть одни придут вот чисто на ее только протер и это а есть такие что надо ведра три менять чтобы ее ее больше мощь чем дольше вам скажу так я помню первый раз корову когда училась да и не повезло что была корова настолько спокойно с ее час сорок мучила я ее вот так вот пальчиками вот так вот она бедная стоит я другая бы не выдержала уже дала бы мне копытом давай больше пробовать мне а я не умею ну-ка рассказывайте как это делать смотри ты берешь на кулаком не ты смотри вот так берешь как лишь пальцем 1 1 да ты вот понимаешь вот так раз 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 получил видишь отлично рассказываю историю когда-то в детстве меня бабушкина соседка просковья учила доить коров но получалось мне конечно плохо баба паша с меня сильно смеялась все прекращаем галины мучения отдадим дело специалистов вот это мастерство ну бывают разные коровы вот это такая нормальная вот это назвали мы лолита а чего она наверное она все время так му-му-му я у меня есть алсу одна тёлочка потому что она все время поет песни хоть наелась хоть не наелась я вот это я и ладно будет алсу и лолита теперь у меня певицы начинается страда начинают телиться коровки вот малыши бывают очень красивые бывают открасьте красивые видите какая лолита это моя красавица красавица лолита телятки очень нежненько конечно такое создание с виду кажется что вроде животное такое крепкое большое сейчас будем пробовать парное молоко класс молоко с горкой вот пришел смотрите смотрите что происходит дети и животные это главное счастье на свете с внуком колей мы еще познакомимся а сейчас выйдем в поле с конем а потом пообщаемся и с другой четвероногой фермерской братьей это мой наш любимчик наш аяксик давай ножку нож куда ножку ой моя ножка хороший а поклончик сделай поклончик поклон сделай поклонись поклонись вот сюда сделай вот так вот так мой мальчик золотой хороший это же каким опытным Путем были достигнуты такие навыки. Просто все. За жрачком. Он дармоед у нас. Вот так, для души. Айакс, давай с тобой познакомимся. Привет. А я вот, видишь, нет у меня с собой хлебушка. А на, возьми хлеб. Вот этот на мелкий сделал. Только смотри, давай пальцы выгибай в обратную сторону, чтобы он пальцы не прихватил. Молодец какой. Вот так пальцы надо убирать, чтобы он не хапнул. Он не то, что он там укусит, А вы говорите, конь-огонь. Конь-огонь живет. Мне корова живет. Лешу ест корова. Это не сено, гороховая. Гороховая солома. Она сама изначально такая вот темная. Где вы залезли, а? А ну давай, пошли отсюда. Давай, пошли. Ага, сейчас я их туда буду выгонять. А он еще. Ух ты, рыжий, а ты туда как попал, а? А ну давай, выходи. Ну и что? Как ты сюда зашла? А ну давай. О, пройдешь, давай. Весело, весело, давай. Ну зерно я покупаю, а сено заготавливаю сам. Почему? Потому что, то есть, экономически вообще невыгодно держать скотину, если нет своего сена и своего выпаса. То есть, покупать сено, это нереально. Сенокосый у людей договариваюсь, в аренду беру у людей. Поля и кашу. Это часть только сена. Вот это все, вот арочный сзади нас. Он где-то практически на 70% в рулонах. Ну мне в зиму, я считаю, 150 тонн где-то мне надо. Это минимум, я считаю. Вот это то, что называется настоящий сеновал. Вот только посмотрите, какие огромные тюки подпирают крышу. И это еще не все. Самое интересное, что здесь в тепле сено. Собака-пуля принесла щенков и здесь их и воспитывает. Вот там они где-то. Иди сюда. Вот наша охрана. Охрана. Моли у нас, пуля у нас кормящая мамка. Вот. Такая дама у нас плодовитая. Первый раз родила 16 штук. 16 щенков. Мы просто обалдели. Ну я вам скажу, у нас их разбирают, любят этих щенков. Вот это наш ветеран фермы. Она живет, вот мы тут 17 лет, да, Андрей? Она с нами 16 лет. Ну а у нас еще умудрилась в том году даже родить дамочка наша. Самая злая собака у нас, которая, наверное, перервала, ну, штук 20 штанов, наверное, точно. Только сажусь в машину, она прыгает, я не успеваю в дверь, она со мной везде ездит. Если меня нету на ферме, то она меня стоит, ждет около ворот. Вот так. На молочной ферме все накормлены и обогреты, несмотря на количество ног или лап. И пока четвероногие молчаливо благодарят и пьют парное молоко, то двуногие, то есть сами фермеры, все время думают о том, какие еще вкусные и качественные продукты из молока можно сделать. Молоко реализовываем. Ну вот я сдаю на мороженое, на мороженое сдаю, меня берут по сезону. Зимой сами реализовываем потихонечку население, ездим, вот. Ездим. У нас такие точечки есть, люди приходят. Здравствуйте. По времени, не в свои дни недели. Ну а что делать, людей стараемся, стараемся, стараемся за качеством, чтобы молочко было качественное, творожок, сметанка. Просто это все просто. Как Господь Бог придумал, как не придумал, а Создатель создал, то есть так оно и идет. То есть молоко, оно должно быть молоком, мясо, оно должно быть мясом. То, чем человек питается, правильно? Не клонировано там, или как сейчас эти генномодифицированные там. Сейчас много же всего вот этого, но выдумывали. А человек должен питаться нормальными продуктами. Как природа дает. Сыр этот варится с цельного молока. И обязательно, чтобы оно было свежее. Молоко, чуть-чуть не кислинки, ничего не должно присутствовать в молоке. Путем нагревания почти до кипячения. Потом заливается. Ну, я уже как бы опытный такой, я вижу. Потому что летом одно молоко, туда надо больше уксуса. Или, допустим, зимой другое молоко, туда меньше. Добавляешь уксус, оно сворачивается. Потом специальные формочки. Ты туда его засыпаешь. И получается вот такой вот сыр. Ну, у меня, наверное, раз 10, это точно не получалось. То он мягкий, то он твердый, то он как каша, я его выкидывала. Собаке спасибо мне говорили, конечно. Лет 5 я делаю сыр. Ну, как бы, надо еще больше узнавать, больше варить сыра. Другого там, это просто не хватает физически. Потому что я даю коров. Я и сыр, и творог, и готовка. Все на мне как бы. Я друзьям, постоянно они у меня берут. И мы сами любим его с кофейком утром. Сырок покушать. Тех, кто смог отведать таких вкусных продуктов, обязательно должно тянуть на подвиги. И нашим героям совершать подвиги вовсе не привыкать. Только появится свободная минута в жестком распорядке трудового дня, они идут или едут в горы. Места здесь живописные. Рядом и лес, и Долгоруковская яйла, где можно долго гулять, любоваться видами, и подпитываться энергией, дикой природы, для будущих свершений. А свершения обязательно будут. У меня была лошадка, вот мамка его. И на ней я ездил, и на Курган Славы мы ездили, собирались там 5-6 лошадей, 5-6 человек на лошадях, мы ездили с удовольствием. Нет на УАЗике. У меня жена очень любит те места, она за грибами, она у меня любитель грибов. Не столько любитель грибов, как и сам процесс их собирания. Вот это для нее она. У нее подруга еще здесь, Оля есть, Лободянник. Они любят страшно. Та уже собирает, они уже ей не нужны, она их все равно собирает. Собирает, раздает людям, собирает. Вот честно сказать, вот это для меня отдых. Не город, ничего. А вот именно, когда я сильно устаю, бывает такое, что мне кажется, что я вот упаду уже. Я сажусь, еду, я приезжаю оттуда, я летаю. Честно, вот с этих гор я вот так лягу, птички поют, грибов на собирала, приехала силы, и опять не хватает сил доить коров, тягать фляги по 40 килограмм, с меня умирать. Давайте я помогу, и не надо, я сама отнесу эту флягу. Ира, конечно, Ира у меня, это вот ровно половина меня. То есть, я смеюсь, мне иногда кто-нибудь там звонит, или чувствует, а что там молочка, там можно у тебя взять, там или что-нибудь там, творожка, там сырка. Я говорю, не знаю, сейчас у начальника сырьевого спрошу, а у меня начальник сырьевого, то есть, она заведует у меня молоком, все это ее, это она, она, конечно, да, у нее труд очень тяжелый, мне это немножко попроще с техникой, железки, железки, скажем так, и с ними ничего не будет, вот они валяются, ржавеют и ржавеют. А молоко, это такое, это на сегодня молоко, а завтра это уже ничего. Занимаюсь любимым делом, это раз. Во-вторых, я независимый в плане финансового, мне хватает, не скажу, что я там зарабатываю, я не зарабатываю, мне просто на все хватает, и все. Мы с мужем начинали очень тяжело, да, и что вот результат есть, самое, это главное, что у нас есть результат, удовлетворение, что наш труд оценен, и что это, мы очень тяжело, мы пасли сами, мы чистили сами, мы сами доили все, без работника, потому что у нас не было чем платить. А сейчас, как бы, это все, спасибо, это счастье, что у нас все это получилось, что это мы сделали не зря, что мы вот начали, я довольна, и мы собираемся продолжать, и мы приносим людям, мне люди говорят, спасибо, Ирочка, какое вкусное молочко, какие вы молодцы там, вот в этом и есть счастье, я думаю. Самая большая у меня мечта, чтобы вот, то, что вот, допустим, я добился на сегодняшний день, то есть еще продолжать и продолжать, есть очень много всего, то есть есть куда двигаться, внук, иди сюда. Вот это мечта, да? Да. Вот, есть еще мечта, чтобы он, он мне говорит, да мне не нужна ваша ферма, хочется, чтобы он на ферме, что-то, ну, как-то втянуть его. Нужна, нужна. Теперь нужна. Теперь нужна. Чтобы его втянуть, чтобы ему было это интересно, чтобы он мог сеть на лошадку, поехать там к коровке, попасти коровок, загнать, пригнать, и там сесть на трактор, покосить, попрессовать, научиться, вот, и чтобы у него был интерес, было кому передать, 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока